Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров. Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение. На 101-фм. 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». В студии Анна Лапшина и мой сегодняшний гость Андрей Юсенко. Член Общественной палаты Российской Федерации от Кировской области. Во-первых. Во-вторых, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты. Добрый день. Добрый день. Я напоминаю, что вопросы нашему гостю можно задавать на нашем сайте. Там есть специальная форма анонсов, через которые мы с вами будем общаться. Если вы зададите ваш вопрос, мы его озвучим Андрею Леонидовичу. Ну а сейчас все-таки мы начнем, наверное, с наших вопросов. И первый вопрос, собственно говоря, об этом мы договаривались. Все-таки у нас близко гражданский форум. Фактически сегодня у нас 21 число. Послезавтра он открывается. Будет седьмым по счету. Что интересного? Ну, начнем, наверное, с анонсирования темы и главных гостей форума. В этом году основной такой красной линией через программу форума проходит тема наставничества. Мне и моим коллегам, и Александру Александровичу часто задают вопрос, почему. Галецких. Да, почему и как, что это за главная тема. Но мы, когда обсуждали ее, понимаем, что механизм и формат наставничества применим не только в уже ставших привычными сферах производственной, в бизнесе. Этот механизм передачи опыта и накопленных знаний, навыков, он применим во всех сферах деятельности нашей. И в образовании, и в социальной работе, и в общественной работе. Везде человек, который прошел определенные этапы, имеет опыт той или иной работы, он во всех сферах жизнедеятельности общества, так скажем, имеет возможность передать этот накопленный опыт тем, кто только начинает этим заниматься. Чтобы они не повторяли там этих ошибок или использовали лучшие практики. Поэтому вот этот механизм наставничества и сам институт наставничества как таковой мы предлагаем к рассмотрению в рамках форума на всех секциях тех тематических и отраслевых мероприятиях, которые в рамках форума состоятся. То есть если мы говорим об общественном контроле, условно говоря, то у нас есть уже полтора с лишним года работающая группа общественного контроля по дорогам. Ребята там имеют большой опыт, набили шишек. И будут им делиться этим опытом. И могут подсказать тем, кто захочет реализовать общественный контроль в какой-то другой сфере, как лучше действовать, каких действий избегателей, каких ошибок избегателей, на что наоборот обратить внимание. И вот через такую призму мы постараемся посмотреть на все те активности, которые в гражданском обществе существуют. Поэтому основная тема наставничества, но она не единственная, что называется. Какие еще? Ну, пленарное заседание, собственно говоря, открытие форума, которое состоится 23 ноября в 13.00, будет посвящено теме государственной поддержки некоммерческих организаций. Тема, которой уделяется большое внимание в последнее время и на федеральном уровне. Мы знаем, что есть несколько поручений президента в отношении поддержки некоммерческих организаций. А по сути дела речь идет вообще в последнее время о выстраивании такой государственной политики в этой сфере. Как поддерживать, кого поддерживать, через какие формы, что наиболее эффективно в данном направлении работы. Такие поручения даны и общественной палате, и агентству стратегических инициатив. И нам важно, чтобы здесь, на пленарном заседании, прозвучали не только выступления, перечисляющие эти формы в настоящий момент существующие, но и была сформулирована позиция самих НКО по поводу того, какую поддержку они получают, как повысить ее эффективность, чего не хватает. Ну и собственно говоря, именно для того, чтобы этот диалог был максимально эффективным, во-первых, а во-вторых, прямым с точки зрения воздействия на происходящие процессы, мы пригласили для участия в форуме руководителя секретаря общественной палаты Российской Федерации Валерия Александровича Фадеева. Он не так давно, собственно говоря, в июне заступил на этот пост. Он сформулировал определенные задачи общественной палаты России на деятельность этого шестого созыва палаты, к которым относится в том числе развитие НКО, но и развитие региональных общественных палат. Мы хотим показать ему нашу практику работы, то, собственно говоря, чем занимается общественная палата региона. И как раз вот через его участие в пленарном заседании дать возможность нашим некоммерческим организациям напрямую донести те пожелания и предложения, которые у них есть. Поэтому, собственно говоря, Валерий Александрович примет участие в пленарном заседании. Потом мы посетим один из, на мой взгляд, самых показательных с точки зрения положительной практики примеров взаимоподдержки НКО со стороны государства. В Дорогу и Добра вы пойдете в организацию, насколько я понимаю. Да, мы пойдем в центр Дорогу и Добра, который, что называется, там, где сошлись активности и инициативы замечательных девчонок, которые этим занимаются. Я напомню, да, организация родителей, детей, инвалидов, Дорогу и Добра. Да, да, которые не просто ждут чего-то, пока им там кто-то поможет. Очень многое делают сами. Ну и, собственно говоря, вот там практически год назад уже, да, получили, им было передано в безвозмездное пользование по решению городской думы помещение на Розе-Люксембург. Большое, 500 квадратных метров, в ужасном состоянии, к сожалению. И мы хотим показать вот этот симбиоз, там, скажем, муниципального решения по передаче помещения и деятельности организации, которая привела его там просто практически в идеальное уже состояние. Ну, не все еще, но часть. И уже осуществляет там учебный процесс, процесс реабилитации, процесс интеграции этих ребят, инклюзии их там в общество. И вот на этом примере мы хотим показать, собственно говоря, эффективное взаимодействие, эффективную поддержку. Город передал, слава богу, там, когда этот вопрос решался, там, наши депутаты пошли навстречу, услышали пожелания. И сейчас, по сути дела, речь идет о том, что следующая тема, в которую трансформируется эта встреча, это передача социальных функций от государства некоммерческим организациям. Те решения, которые сейчас приняты, мы частично о них уже говорили раньше, но вот это хороший пример. Там пока не оформлено это в виде непосредственной передачи функций, но если говорить по существу, то так и есть. Организация «Дорога и добра» взялась на себя, собственно говоря, большой пласт работы вот с этими ребятами с особенностями развития. И тем самым сняла его с государства. Точим не успевает заниматься наше социальное ведомство. Да, то, то, и тем самым сняла его с государства. А государство, в свою очередь, ну вот такую форму поддержки, как помещение оказало. Ну и плюс там есть еще целевые гранты, их, конечно, не так много, но они есть. Да, да. Ну а, собственно говоря, завершится программа «Визит Валерия Александровича. Лекции в политехническом». Здесь я благодарю Валентину Николаевичу, который поддержал эту инициативу. И вот на лекцию в политехническом. Тема лекции какая будет? О чем будет говорить Фадеев? Ну, здесь Валерий Александрович выступает в двух ипостасях. И как секретарь общественной палаты России. И как журналист. Журналист. Да, я напомню, что Валерий Фадеев ведет программу «Время» сейчас, насколько я помню. Да, Валерий Фадеев ведет «Воскресное время». Но, кроме этого, Валерий Александрович Фадеев является в прошлом, но, по сути дела, это такой формальный статус. Вернее, формальное решение, которое он должен был принять. В общем, он многолетний главный редактор журнала «Эксперт». Да, издательская группа «Эксперт» журналов «Эксперт». И принимал участие в создании, собственно говоря, издании журнала «Русский репортер». Поэтому лекция в политехническом абсолютно в открытом режиме. В 17.00 в первом корпусе. В 17.00, 24 числа. То есть 23 ноября, в четверг, в 17.00. Мы всех приглашаем на лекцию в политехническом. Так. Хорошо. А на форум не приглашаете, да? На форум тоже приглашаем. В 13.00, я сказал, пленарное заседание, на котором мы будем говорить как раз о государственной поддержке НКО. Просто лекция в политехническом более широкая по спектру рассматриваемых тем, охваченных. А здесь достаточно такое целевое у нас обсуждение. Нам очень важно, чтобы вот эта обратная связь в виде позиций наших НКО, которые они транслируют в адрес Валерия Александровича, она будет, по сути дела, интегрирована им в общую картину, которую он докладывает президенту страны. На основании которых принимаются те или иные решения о развитии форум поддержки или о прекращении их. Ну, в общем, понятно. То есть, если мы себя хорошо покажем, то от нас все НКО страны зависят в некотором смысле, да? Ну, не на 100%, но ведь из таких поездок, из таких встреч, из такой информации как раз и складывается общая картина. Потому что, к сожалению, находясь в Москве, очень сложно понять, на самом деле, фактуру и, собственно говоря, там, чаяние регионов. Я сейчас это хорошо на себе почувствовал, регулярно бываю в Москве и участвую в обсуждении вопросов. Не скажу, что постоянно, но периодически сталкиваешься с тем, что, в общем, как бы, там, замкнувшись там в пределах, что называется, Садового кольца, к реальной жизни иногда там обсуждения отношения-то не имеют. Хорошо, но я все-таки вот постольку, поскольку заинтересована, чтобы как можно больше людей все-таки участвовало в гражданском форуме, думаю, что вы тоже напомню, да, во-первых, все секции будут проходить в политехническом, ну, в смысле, в Вятском государственном университете, в нашем опорном вузе, да, практически все секции, первый корпус, программа форума доступна по ссылке... На сайте форума, а ссылка на сайт форума на сайте Общественной палаты Кировской области. Да, apko43.ru. Отлично. Хорошо, мы сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся в эфир, напоминая, что Андрей Юсенко у нас в студии. Особое мнение на 101FM Андрей Юсенко, представитель Кировской области в Общественной палате Российской Федерации и вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты у нас в эфире, продолжает высказывать свое особое мнение. Еще немножко поговорим про гражданский форум, который стартует, напомню, на этой неделе 23-го числа. Помимо Валерия Фадеева приезжает еще несколько экспертов федерального уровня, да, и члены Общественной палаты в том числе. С чем приезжают и зачем? Ну, к нам уже не первый раз, но от этого не менее важно и приятно, что приезжает Владислав Олегович Гриб с массой регалий, начиная от доктора юридических наук и, собственно говоря, в нынешний момент руководитель комиссии по общественному контролю и взаимодействует с Общественными советами Общественной палаты России. Общественные советы — это тоже одна из тем секций, по-моему, да? Это одна из секций будет посвящена этому, собственно говоря, на которую Владислав и приезжает, и мы будем ее вести, потому что для нынешнего созыва Общественной палаты России формирование деятельности Общественных советов является практически одним из ключевых и приоритетных направлений работы. Вы же знаете, да, Андрей Леонидович, что в обществе существует мнение, что Общественные советы, они такая немножко мертворожденная и формальная структура в основной, в основной своей массе, то есть мало где они действительно работают. Знаю. Распорядились, везде создали, везде сформировали, а люди не понимают, что от них требуется. Да, что называется, к сожалению, знаю, но мне кажется, что, знаете, это как бы в том числе проблема и людей, которые не знают, что от них хотят, потому что кто-то из них вошел просто для того, чтобы стать членом совета, кто-то из них не смог отказаться, кто-то сам не понял, для чего этому надо. На самом деле, те возможности, которые сейчас с точки зрения неких формальных документов, полномочий, ресурсов есть у Общественных советов, они вполне соответствуют их предназначению, этих Общественных советов, то бишь двум основным задачам, для которых они создаются. Первое, это оценка деятельности со стороны общества, органов власти. Именно Общественный совет, собственно говоря, имеет свои задачи давать оценку тому, как действует тот или иной орган исполнительной власти. Положить, удовлетворительно, хорошо, плохо. Это должен делать Общественный совет. Но не делает. Но, к сожалению, не делает, но имеет на это право, более того, имеет это как свою задачу, и, по сути дела, как обязанность. Ну, а второе, это двухсторонняя трансляция. То есть позиции общества и отношения общества к деятельности органов власти должны членами Общественного совета транслироваться его руководству. И в то же время определенная разъяснительная работа в обратную сторону тоже должна вестись, потому что Общественный совет — это некий инструмент публичности и открытости органов власти в том числе. К сожалению, да, мы с вами должны сказать, что и на федеральном, и на региональном уровне Общественные советы в большей степени не были ни поняты, ни восприняты обществом, как вот такие механизмы. Так, и Владислав Гриб теперь едет исправить эту ситуацию. Ну, я не думаю, что сам приезд Владислава Грибом ситуацию исправит в полной мере, однако он должен будет рассказать о полезных практиках. То есть он примеры просто приведет какие-то конкретные. Как это работает. И обратит внимание еще раз на полномочия, потому что мы ведь с вами должны еще сказать о том, что сейчас Общественная палата региона имеет полномочия не только по формированию Общественных советов. И теперь уже, что называется, надо спрашивать с Общественной палатой. Она имеет полномочия по их формированию, по контролю над их деятельностью и по оценке их эффективности. Потому что каждый Общественный совет теперь должен после своего заседания направлять информацию в Общественную палату, а по итогам года давать доклады и отчеты о своей работе. Они не будут проводить заседания, если еще после них отчитываться надо. Зачем? Они обязаны по закону, опять же, они обязаны проводить эти заседания. Они чаще, вернее, не реже одного раза в квартал. Поэтому закон об общественном контроле, который в свое время Общественной палатой был внесен в порядке законодательной инициативы и принят, дает и Общественной палате, и Общественным советам достаточно серьезные полномочия для работы. Вопрос в том, как нам сформировать эти Общественные советы, чтобы они полноценно работали. Я могу вам сказать, что, к сожалению, практически в ручном режиме этим занимаясь, сейчас Общественная палата ведет формирование периодически ряда Общественных советов. Я вижу, да, новости на сайте появляются. При министерствах, при органах исполнительной власти. Так вот, не то, что конкурса, а хотя бы достаточного количества желающих порой не находится. А почему? Давайте этот вопрос зададим всем тем, кто говорит о том, что хочет так или иначе участвовать в процессе оценки и деятельности органов власти. Давайте зададим этот вопрос профессиональным сообществам. Могу адресовать его, ну уж, извините, в прямом эфире вам, что называется, инициатором Союза журналистов в Кировской области, столь замечательно начавший, возродившийся некоторое время назад, начавший свою деятельность, подписавший соглашение с Общественной палатой, которая впрямую включает в себя пункт о том, что Союз журналистов направляет своих представителей для работы в составе Общественных советов. Так. Но это не в мой огород камушек, я не состою. Не лично к вам, я сейчас, пользуясь тем, что мы говорим в формате средств массовой информации, я коллегам всем, собственно говоря, журналистам адресую. Вот смотрите, у нас представители Союза журналистов будут в следующий понедельник, я уже сразу анонсирую, да, зададим вопрос обязательно. Да, потому что мы предлагаем каждый раз Союзу журналистов направить своих представителей в состав Общественного совета. Ну, мне неизвестно о полученных ответах. Хорошо. Спросим управление Союза. Да. Ну, это касается, я привел Союз журналистов в качестве примера, потому что, ну, мы сейчас с вами разговариваем, да, как с журналистом, и, условно говоря, вам, ну, не вам, профессиональному сообществу можно это адресовать, да. Ну, то же самое касается и большинства других общественных объединений. Особой активности в этом смысле тоже нет. А потом мы начинаем говорить о том, что Общественные советы не работают. Так, собственно говоря, а кто мешает? Ладно, мы еще говорим, что органы власти не работают, при которых хотя Общественные советы состоят, но при этом мы в Общественный совет не хотим. Не хотим. Не хотим, да. И, соответственно, сами себя лишаем возможности влиять на работу органов власти, раз, давать оценку их деятельности, два. А посмотрите, что сейчас происходит на федеральном уровне. Мы ведь всегда, у нас страна устроена, тогда у нас там на федеральном уровне есть волна, да, а дальше она проецируется как бы на уровень региональный. Посмотрите, что сейчас делает ОПРФ. Не так давно после ситуации с Вимавиа, например, Общественная палата России дала негативную и отрицательную оценку деятельности Общественного совета при Росавиации. Сказала, что Общественный совет в данном случае там и вообще системно не справлялся с своей работой. Он был расформирован и формируется заново. Это ужасно, Андрей Леонидович, но некоторые говорят, что и Росавиация не справлялась со своей работой в этой ситуации. Мы, собственно говоря, там в том-то и дело. То есть, Общественный совет в нужное время не дал оценку деятельности органа исполнительной власти. И здесь мы должны говорить о том, что, собственно говоря, проблема в обеих структурах. И в самом органе власти, и в Общественном совете. Но Общественная палата, имея полномочия в воздействии на Общественный совет, вот такое решение приняла. Напомню вам историю нескольких лет назад, двух или трех, когда предыдущий созыв Общественной палаты, ну, к сожалению, до президента пришлось дойти, когда органы исполнительной власти не собирались там учитывать мнение Общественной палаты при формировании Общественных советов. И решения этих органов власти были отменены. Общественная палата сформировала эти Общественные советы, и сейчас они работают. Более того, сейчас, например, следующий этап, который мы будем предлагать здесь, уже опять же там на уровне региональном, Общественная палата идет сейчас по пути проведения Общественных советов не в органах власти, а на площадке Общественной палаты. То есть они у вас будут собираться? Мы будем предлагать эту практику реализовать здесь. Потому что одно дело, когда вы собираетесь в кабинете министра, мило общаетесь, обсуждаете предложенную вам повестку дня. Ну и вообще как-то не очень удобно. Чае предложили, да, вы тут критикуете. И расходитесь. Мы будем предлагать, ну, может быть, не полностью весь объем, да, потому что наше помещение Общественная палата региона просто там не справится с таким потоком, но с определенной выборкой и определенной периодичностью проводить заседание Общественных советов на площадке Общественной палаты. Потому что кроме того, что это несколько иной формат проведения, несколько иное отношение к этим заседаниям, это предполагает еще и возможность участия, да, там, присутствие заинтересованных лиц. Участие в работе Совета занимают, вернее, принимают, извините, члены Совета, но там политика... И идти на заседание может кто угодно. Политика и позиция Общественной палаты состоит в открытости проводимых мероприятий. Вот. Мы с вами... У нас была практика проведения заседания Общественных советов в рамках Гражданского форума. Практика хорошая. И сейчас, вот работая над этим, у нас совпадут два, так скажем, два потока, да. У нас сейчас будут формироваться новые органы власти, и процесс уже идет, у нас новая структура правительства утверждена, при них будут создаваться новые советы. Милости просим, что называется. Направляйте свои кандидатуры в Общественную палату, мы будем их рассматривать для включения в Общественные советы. Ну и мы будем требовать исполнения закона со стороны органов власти и Общественных советов в части открытости, содержательности и отчетности. Хорошо. Напоминаю, сайт Общественной палаты Кировской области, apko43.ru. Еще одна новость о деятельности Общественной палаты, которую, конечно, хотелось бы обсудить. Я так понимаю, что сегодня должно быть подписано соглашение о взаимодействии Общественной палаты России и Центральной избирательной комиссии. Элла Памфилова и, соответственно, Валерий Фадеев его подписывают. Документ предусматривает, как говорится, на сайте Организация общественного контроля соблюдения избирательных прав граждан. Вот не очень мне понятно, зачем подписывать еще один документ. Я, насколько понимаю, Общественная палата и так обладает механизмами, причем там как на федеральном, так и на региональном уровне нет. Нет, в том, что касается избирательного законодательства, избирательных процессов, напомню, что из закона об общественном контроле, например, эти процедуры исключены. Закон об общественном контроле не распространяется на избирательные процедуры. Именно поэтому, собственно говоря, понадобилось раз это соглашение, а два изменения в избирательное законодательство, которые уже приняты в первом чтении, которые позволяют членам федеральных и региональных общественных палат получать статус наблюдателей на избирательных участках. А до этого они могли получить статус наблюдателя только если заявлялись от партии, от средств массовой информации? Да, в соответствии с тем законом, который есть, то есть там либо журналист, либо СМИ, вернее, либо там партия, либо от кандидатов конкретных. Сейчас в первом чтении закон принят, и я думаю, что не будет вопросов с принятием в дальнейших чтениях. Члены общественных палат в соответствии с процедурой будут наделяться правами наблюдателя на избирательных участках. И дальше они уже сами выбирают, куда им идти? Да, они определяют избирательный участок, определяют, собственно говоря, там объем того наблюдения, которое реализуют. Ну и по факту в данном случае мы говорим о том, что дополнительный институт наблюдения за выборными процедурами появляется в России. То есть выборы будут более прозрачными? Опять же, все зависит от нас. Если мы пойдем в наблюдатели так же, как мы идем в общественный совет, или будем там работать в наблюдателями так же, как работаем в общественных советах, то могут не стать более прозрачными. А если будем работать полноценно, могут стать. Но представьте себе, количество членов общественных палат в регионах колеблется от 35 до 70, условно говоря. Причем это люди, которые в той или иной степени состоялись в жизни, имеют определенный опыт, позиции, совершенно разные. Определенные знания, законодательства. Разные, они имеют настроение внутри себя, и мы получаем готовое количество таких подготовленных в определенной степени наблюдателей на выборах. Является ли это дополнительным, скажем так, мотиватором для более прозрачной и бесспорной работы избирательных комиссий? Ну, на мой взгляд, да. Когда ты понимаешь, что к тебе не только журналисты могут прийти, или там наблюдатели от партии, но еще и наблюдатели от общественной палаты. Наша практика общественного контроля в других сферах показывает, что это работает неплохо. Работает, боятся, понятно. Хорошо, Андрей Юсенко у нас в гостях, член общественной палаты России от Кировской области, вице-президент Вятской торговой промышленной палаты. Сейчас мы к этой вашей ипостаси перейдем после небольшой рекламы. Особое мнение на 101FM. Андрей Юсенко, представитель Кировской области в общественной палате России и вице-президент Вятской торговой промышленной палаты у нас в эфире. Второе важно, потому что сейчас мы переходим к бизнес-новостям. Андрей Леонидович, вот про аудит. Общественная палата обсуждает историю с аудитом. Да, делать-не делать, менять-не менять, переквалифицировать-не переквалифицировать. Я так понимаю, что чем-то это грозит, насколько страшно. Ну, мы действительно не так давно проводили, я проводил нулевые чтения закона, соответствующего в общественной палате России. То есть это экспертиза, давайте людям поясним, это экспертиза до момента внесения, да? Да, до момента внесения в Госдуму. Нулевые чтения — это практика, которая сейчас в общественной палате очень активно применяется и помогает, собственно говоря, отреагировать на изменения в законодательстве еще до того, как они в первое чтение попадают. Речь идет о том, на самом деле, что тот законопроект, который внесен Минфином и, собственно говоря, предполагает передачу надзора, контроля и регулирования аудиторских компаний в полномочия Банка России, в том виде, в котором он существует, приведет к катастрофическому сокращению количества аудиторских компаний и, скорее всего, самих аудиторов. Потому что те нововведения, которые закон подразумевает, они, ну, по сути дела, там рынок региональных аудиторских компаний просто убьют, что называется. Да, не будет этого рынка, потому что требования, которые новый закон вводит и... То есть люди... Ну, минуточку, да. Дело не в том, что люди будут не нужны, дело в том, что они просто не смогут работать. Они не смогут соответствовать, да. То есть те требования к аудиторским компаниям, которые новый закон предполагает, они не позволят региональным аудиторским компаниям существовать. А вообще, по оценке специалистов, речь идет о том, что в России останется порядка 20 аудиторских компаний. На всю страну. В общей сложности, да. Возможно, сохранятся региональные компании, но они будут работать исключительно в режиме, так называемого, второго контура, то бишь, субподряда. Фактически они будут исполнять функции филиала какой-то большой конторы, которая сидит в Москве. По сути, да. То есть речь идет о очень резкой концентрации рынка. И если с точки зрения регулятора и даже мегарегулятора, которым становится Банк России, это может быть понятно, проще наблюдать и контролировать 20 компаний, чем 2000, то с точки зрения логики и национальной безопасности есть вопросы, которые мы обсуждали. А чем это бизнесу чем грозит? Ну, бизнесу это грозит, как, собственно говоря, в любой рыночной ситуации, когда рынок оказания услуг сужается, они становятся менее доступными и возрастает их стоимость. Это первый момент, то, что грозит, собственно говоря, там, бизнесу. А второй и третий момент, это то, что Банк России получается, что он, смотрите, Банк России сам подвергается аудиту, да, он проходит аудит в одной из компаний. При этом он же эту компанию контролирует. Достаточно странная логическая такая конструкция, когда ты контролируешь того, кто контролирует тебя. В общем, как бы никто эту конструкцию понять не может. Потому что это первое, а второе, у нас в стране достаточно большое, не просто достаточно, а очень большое количество предприятий, включенных в систему ВПК, военно-промышленного комплекса, и от которых зависит наша национальная безопасность. И, по сути дела, речь идет о том, что порядка 80% рынка аудита займут компании большой четверки, так называемые, все из которых являются транснациональными. И вот вопрос. Концерн Калашников или Уралвагонзавод, производящий оборонную продукцию, будет аудировать компания Pricewaterhouse или Энстен Янг? Отлично. И где окажется в итоге информация, касающаяся деятельности этой компании? В общем, вот это те вопросы, которые... А для них специального создадут аудитора для всех этих предприятий? От национального, видимо. Национального, да. Карту МИР. Да, видимо. Но, на самом деле, о национальном аудиторе речи не идет, но вот эти вопросы, которые мы в рамках нулевых чтений задавали, конечно, пока остаются без ответа со стороны профильных структур Минфина и Банка России. Так, а ответы когда должны появиться? Ответы будут, ну, так как здесь речь все-таки идет о внесении в Госдуму законопроекта, мы сейчас ждем ответа на наши рекомендации по итогам нулевых чтений. А я правильно понимаю, что до момента, пока они дадут вам ответ, они не могут внести законопроект в Госдуму? Или могут? Нет, могут. Могут они, конечно, все это сделать. Более того, он в Госдуме-то уже зарегистрирован. И они-то нам говорили как раз о том, что все изменения необходимые, конечно, будут учтены и внесены между первым и вторым чтением. А мы им вспоминали истории, которые связаны с внесением изменений в первых и вторых чтениях, между первым и вторым чтением, когда мало что хорошего вносится, а вот неожиданного появляется много. Поэтому это, конечно, очень серьезный такой дискуссионный вопрос, дискуссионная ситуация, когда практически все профессиональное сообщество занимает одну позицию, а государственные структуры занимают другую. Более того, мы здесь уже выходим на уровень открытого правительства, потому что, по сути дела, к сожалению, Минфин, действительно, не проведя необходимых процедур общественного обсуждения, законопроект уже внес в Госдуму. И здесь это противоречит сразу двум направлениям государственной политики, потому что с точки зрения открытости обсуждения, не раз декларируемая позиция явно не соблюдена. А второе, есть вообще там выпивающее нарушение, которое мы понять тоже не можем. В 2015 году президент дал поручение разработать концепцию развития национального аудита. Ну вот, разработали. Концепции до сих пор и нет. Разработали. Концепции до сих пор нет. На наш вопрос, что вы, по сути дела, национальный аудит там убиваете вместо того, чтобы его развивать, нам говорят о том, что сейчас Банк России не может разработать эту концепцию, потому что не имеет таких полномочий. Вот вы примите закон, Банк России наделим полномочиями и будем разрабатывать концепцию. Мы говорим, вы будете разрабатывать концепцию того, чего нет. Ну, в общем, как бы не самый содержательный был диалог с точки зрения позиции органов государственной власти. Надеемся, что когда разговор все-таки перейдет на уровень законодателей, которые в большей степени понимают происходящий процесс, там все-таки наши позиции будут восприняты. Это сюрпризом, конечно, сейчас было, что на уровне исполнительной власти процесс не понимает. Ну, здесь ведь надо говорить о том, что мы, ну, как сказать, они понимают, они понимают, но при этом они имеют позицию ведомства. Понятно. Позиция ведомства может объясняться разнообразными причинами и интересами. Более того, я вам скажу, что там, если, например, на региональном уровне, как правило, мы сталкиваемся с ситуацией, когда позиция органов власти едина, может быть, им противостоит там позиция общества, то в Москве зачастую складывается ситуация, что и позиция органов власти не едина. Ой, хоть кто-то с кем-то спорит в этой стране. Несомненно. Мы, например, в частности, там, в сфере аудита, там, с одной стороны, там, были Минфины, Банк России, с другой стороны, профессиональное сообщество. Отдельную совершенно позицию имело казначейство, которое было против этого законопроекта, потому что как раз говорило вот об этой алогичной ситуации. Еще отдельная позиция контрольного управления президента, которая как раз и говорила о вопросе национальной безопасности. Потому что Минфину, там, получается, видимо, без разницы, кто будет аудировать. Ну, это не их компетенция, да, не их, там, забота, защита национальной безопасности. А контрольное управление президента как раз об этом и говорило. Чьи ресурсы в данном случае там победят, мы надеемся, что наши объединенные. Ну, посмотрим, Минфин у нас в стране. Востроя, востроя против двоих. Может быть, и выиграете. Хорошо, сейчас будет вопрос еще один, который тоже, как ни странно, не обсуждался с профессиональным сообществом. Ну, или, по крайней мере, обсуждался так, что никто этого не заметил. Речь идет о повышении ставок налога на имущество для офисных и торговых центров. Заговорили об этом примерно неделю назад, когда появилось две новости. Про транспортный налог, частичное увеличение, и про торговые и офисные центры площадью свыше 2000 метров, которые сейчас платят 1% от кадастровой стоимости, как я понимаю. А предполагалось, что с января 2018 года будут платить 1,5%. Насколько я понимаю, в течение недели это все обсуждается, высказываются разные мнения. Ситуация немножко поменялась сейчас. Ну, на самом деле, напомню предысторию, да, собственно говоря, там в 15-м, если я правильно помню, году, мы как раз введение вообще налога с кадастровой стоимости обсуждали. Тогда действительно был такой бурный и продолжительный, и содержательный процесс обсуждения. Показывают, там, тех цифр, которые в закон в итоге попали, там, 2000 метров, полторы, 3000, 5000, 1%, 1,1%, разные были варианты. Нашли тот, который более-менее всех устроил. Да, и мы тогда работали и с законодательным собранием, с нашими депутатами, и с органами исполнительной власти, как раз искали компромисс вот этот приемлемый и для региональных финансов, и для предпринимательства. И мы тогда еще предполагали, собственно говоря, что эта ситуация будет развиваться, потому что государственная политика, опять же, состоит в переходе на уплату налогов, исходя из кадастровой стоимости. Напомню, что в отношении физлиц это уже действует в полной мере. У бизнеса есть определенный переходный период. Мы над этими вариантами переходного периода тоже тогда работали. Мы говорили о том, что кроме достаточно простого решения по повышению ставки, есть еще более, на наш взгляд, эффективный и логичный даже путь. Это расширение, собственно говоря, перечня объектов, которые подпадают под уплату налога с кадастровой стоимостью. Потому что это, во-первых, это решает три задачи. Это наводит порядок в сфере учета недвижимости, потому что когда мы работали над реестром от 2000 метров, мы столкнулись с ситуациями, когда либо объекты числятся под другим видом использования. То есть торговый центр, а числится он как цех по производству чего-нибудь. Либо вообще не учтены. То есть это наводит порядок. И расширение, например, снижение площади в законодательстве до 1000 метров наведет еще больше порядка в системе учета этих объектов недвижимости. Еще больше посчитают объектов, я имею в виду. Я бы сказал, наведет порядок. Потому что на самом деле мы столкнулись с тем, что иногда и собственники-то не знали, что у них помещение не соответствует по виду использования тому, что происходит на самом деле. Порядок был наведен. Сейчас это было, значит, это первая тема. Вторая тема — это все-таки формирование равной конкурентной среды для всех. Если у тебя помещение 2100 квадратных метров и 1900, то ты находишься в разных на данный момент условиях ведения бизнеса. Здесь с кадастро платишь, здесь с баланса. Мы считаем, что в первую очередь до повышения ставок надо вести тему о выравнивании конкурентного пространства внутри предпринимательского сообщества. Собственно говоря, на что опять же направлено снижение объема площадей. И третий пункт — это то самое теневое предпринимательство, о котором мы говорим, которое сейчас вообще, может быть, непонятно в каком правовом поле действует, сдавая объекты в аренду или введя на них на коммерческую деятельность. Выявление этих объектов и наведение порядка выводит серое предпринимательство в легальное поле. Вот три задачи, которые, собственно говоря, решает тот алгоритм действий, который мы предлагали изначально, еще в 2015 году, прогнозируя ситуацию. Поэтому я, да, когда появилась информация о повышении налога, я рад тому, что, собственно говоря, может быть, сделали несколько первых шаг быстро, но потом все-таки вернулись к тем предложениям, которые бизнес-сообщество совместно с законодателями формировало еще некоторое время назад. А по итогу результат будет таким. Решили не повышать пока ставку налога, но расширить список. Я рад, что согласились с той логикой, которую мы изначально там закладывали. То есть не увеличивать ставку налога с тех, кто уже и так платит, а, собственно говоря, расширить налогооблагаемую базу раз и сформировать равную конкурентную среду два. Так, Андрей Леонидович, очень мало времени остается. Вот буквально последний вопрос. На обычных потребителях, покупателях, посетителях, торговых центров, там развлекательных каких-то центров это как-то скажется или нет? Я считаю, что в данной ситуации нет. В том решении, которое принято сейчас, думаю, что нет. Хорошо. Андрей Юсенко, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты, представитель Кировской области в Общественной палате России, был у нас в особом мнении. Я, Анна Лапшина, с вами прощаюсь. Андрей Леонидович, до свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM